Девятнадцатый мая Девятнадцатый мая Девятнадцатый мая Девятнадцатый мая Девятнадцатый мая авиационной космической системы «МАКС». Это уникальный проект. С помощью орбитального самолета «МАКС» можно выполнять еще достаточно большое количество других задач. Разработки подобной системы «МАКС» позволяют России сохранять лидерство в освоении космического пространства. Более 10 лет уникальная авиационно-космическая система «МАКС» была сверхсекретным проектом. Она появилась в России после закрытия советского проекта «Буранэнергия» в ответ на американскую программу создания звездного бомбардировщика «Спейс Шаттл». Система состоит из двух ступеней. Вот такой орбитальный аппарат с внешним топливным баком или грузовым отсеком должен нести на себе самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Общий вес системы составляет 620 тонн. Ее размеры в полтора раза превышают футбольное поле, а высота больше пятиэтажного дома. «МАКС» способна вывести на орбиту более 18 тонн полезного груза, в том числе ядерные боеголовки, разведывательные спутники и их перехватчики. В нашем фильме мы впервые расскажем о том, как Советский Союз создавал боевые ракетопланы и гиперзвуковые разгонщики, какой теме посвятил свою секретную диссертацию Юрий Гагарин и что ждет военную космонавтику в будущем. Воздушная спираль. Весна 1955 года. США. Известный мультипликатор, отец Микки Мауса Уолл Дисней, мечтал построить в Калифорнии развлекательный центр Диснейленд. Одна из его будущих частей называлась «Туморроленд» или «Земля завтра». Чтобы собрать на проект необходимые 17 миллионов долларов, Дисней решил посвятить этому разделу несколько фильмов о космосе. Для их создания он привлек немецких конструкторов. Когда Германия капитулировала, то основное количество разработчиков этого оружия ракетного фактически добровольно, частично, значит, по принуждению были взяты в плен американскими войсками и эвакуированы в Соединенные Штаты. И во главе с руководителями разработки, главным конструктором Вернером фан Брауном и организатором всех этих работ генералом Дорнбергером. В телефильмах Вернер фан Браун впервые обнародовал свой проект огромного ракетоносителя с крылатой верхней ступенью для доставки грузов на околоземную орбиту. В перспективе, по замыслу конструктора, таким грузом могли быть и атомные бомбы. Эта идея неожиданно нашла поддержку у нового президента США Дуайта Эзенхауэра. В конце 1955 года он приказал продемонстрировать фильм «Человек в космосе» руководству Пентагона. После просмотра Эйзенхауэр заявил, что уже в 1957-м Америка запустит свой первый искусственный спутник Земли. И космос рассматривался как будущий театр военных действий. В Штатах было создано космическое командование, у нас было создано КУКОС, Главное управление космических сил страны. Фон Браун приступил к работе над спутником «Эксплора». Для его выведения на орбиту требовался новый мощный носитель, который создавался на базе баллистической ракеты. Но неожиданно для немецкого конструктора 4 октября 1957 года Сергей Королёв лишил его титула пионера космоса. Сообщение ТАС о полёте первого спутника произвело в США эффект разорвавшейся бомбы. Многим казалось, что отныне подобные аппараты русских, начинённые ядерными боезарядами, могут угрожать из космоса безопасности Америки. Успех советского конструктора чрезвычайно расстроил и одновременно вдохновил на новые работы конструктора Дернера фон Брауна. Секретно. 18 октября 1957 года. Вашингтон. Начальнику первого главного управления КГБ СССР Александру Сахаровскому. По поводу полёта первого советского искусственного спутника Земли американский конструктор ракет Вернер фон Браун заявил. Русские прочитали нам бесплатную лекцию. Истинная трагедия состоит в том, что данную ситуацию можно было предвидеть 2 года назад. Мы проиграли битву. И, может быть, проиграем ещё несколько. Но пока мы не потерпели поражения в войне. Резидент КГБ СССР США. Только через 4 месяца, 31 января 1958 года, Соединённым Штатам удалось запустить в космос свой первый спутник Explorer-1. Он весил всего 14 килограмм. Глава СССР Никита Крущёв в насмешку сравнил его с апельсином. Хотя тот был больше похож на карандаш. Американцы, им нужно было, во-первых, спасать престиж, а во-вторых, они тратили деньги на углоплательщиков. У них достаточно была открытая, кстати, атмосфера. Поэтому они старались, как правило, первые же спутники делать практического направления. То есть, естественно, сначала мы начинаем... Они начали со связных спутников, потом они начали с разведывательных спутников. Уже в начале 60-х США запустили на орбиту 120 спутников и в 6 раз превзошли советские показатели. Вся территория СССР оказалась под американским космическим зонтом. Пентагон получал обширную информацию о советских военных объектах и состоянии обороны Москвы. Одновременно в СССР была получена информация из США о начале испытания ракетопланов в рамках программы Dinosaur. СССР. Первоначально с помощью ракет, а затем и гиперзвуковых аппаратов их планировалось выводить в космос. На орбите ракетопланы могли обнаруживать и уничтожать военные спутники или наносить ядерные удары по территории СССР. Для борьбы с подобными целями руководство советских ВВС срочно потребовало от авиационных КБ создание аналогичных летательных аппаратов. А чтобы контролировать все это, нужно были пилотируемые небольшие сравнительно летательные аппараты, которые могли причалить, допустим, к объекту, осмотреть его с помощью специальной аппаратуры, определить, есть ли или нет соответствующее оружие на борту, а дальше принимать меры, как быть с этим объектом. Работы велись сразу несколькими КБ. Андрея Туполева, Павла Цибина, Владимира Висищева и Владимира Челомея. Однако осенью 1960 года глава СССР Никита Крущев огласил новую стратегию развития вооружений, получившую неофициальное название «кнопочной войны». Приоритет в ней был отдан ракетам. В начале 60-х авиацию поразил тяжелейший кризис. КБ Висищева и Цибина были закрыты. Только конструкторскому бюро Челомея, разрабатывавшему ракетную тематику и пользовавшемуся поддержкой Крущевы, удалось продолжить работы над ракетопланом. Его прототип представлял собой маневрирующую ядерную боеголовку баллистической ракеты. Они не имели форму конуса первоначально, но они имели целый ряд отклоняемых поверхностей. То есть если по основанию конуса, по периметру сделать несколько управляющих поверхностей, которые их отклоняют по определенной программе, то тем самым боеголовка на нисходящем участке спуска, она меняет свое направление. Ну а от этого уже совершенно совсем недалеко до пилотируемых аппаратов, управляемых. Поэтому так возникли его проекты ракетоплана. 21 марта 1963 года ракета Р-12 вывела беспилотную модель ракетоплана Челомея в первый испытательный полет. Но осенью следующего года был отстранен от должности Никита Крущев. У КБ Владимира Челомея возникли трудности. Чтобы продолжить работы над ракетопланами, руководство ВВС и Миновая промо передали ее в конструкторское бюро Артема Микояна. ВВС сосредоточило все свои силы на разработке именно вот этой воздушно-орбитального самолета «Спираль» в КБ Микояна. Причем работы велись внутриведомственно. То есть это не было правительственного постановления. В КБ Микояна проект ракетоплана получил название «Воздушно-орбитальная система спираль». Его главным конструктором был назначен опытный двигателист, создавший первую в стране форсажную камеру Глеб Лозин-Лозинский. Человек он выдающийся, неоднозначный. С одной стороны могу сказать, что в отличие от многих других руководителей его масштаба, а масштаб его можно сравнивать с такими людьми, как Королев, Глушко, Челомей. Он работал не только по верхнему уровню технических руководителей. Конструкторы «Спирали» нашли горячую поддержку у помощника главкома ВВС по космосу генерала Николая Каманина. Ему принадлежала знаменитая формула тактики применения боевых ракетопланов – разведка, перебар, удар. Полеты на таких летательных аппаратах, по его убеждению, должны были выполнять наиболее подготовленные космонавты. Мало кто знает, что в середине 60-х годов в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского 15 космонавтов выполняли комплексную дипломную работу. Совершенно секретная тема была посвящена проектированию боевого орбитального ракетоплана. На ее выбор повлиял главный ракетный конструктор Сергей Королев. Каждый космонавт отвечал за конкретный участок работы. Исследование по аэродинамике будущего аппарата возглавил космонавт номер один Юрий Гагарин. При поиске его облика Юрий Алексеевич активно использовал первую ЭВМ, аэродинамические трубы и специальный тренажер. В результате на модели появились решетчатые крылья, позволявшие ракетоплану выполнять более устойчивый полет. Позже подобные крылья были установлены и в системе аварийного спасения экипажей корабля «Союз», что в 83-м году помогло сохранить жизни космонавтам Геннадию Стрекалову и Владимиру Титову. Исследования Гагарина положили начало современному полунатурному моделированию самолетостроения. 1965 год. В парижском пригороде Лебурже прошла очередная международная авиационная выставка, где СССР продемонстрировал свои достижения в космосе. Французские и западно-германские фирмы демонстрировали модели двухступенчатых воздушно-космических самолетов с одеими пилотируемыми ступенями. В этот период американские конструкторы под руководством фон Брауна сосредоточились на создании сверхтяжелой ракеты «Сатурн» для доставки первых космонавтов на Луну. Программу «Дайносор» сменила новая — «Старт». В ходе работы над ней уже отрабатывались запуски пилотируемых гиперзвуковых аппаратов. А в московском КБ «Микояна» велось проектирование советского аналога — «Стирали». Работа проходила в творческой обстановке, где находилось место юмору. Были стенные газеты в то время, советская. У нас выходила газета «Истребитель». И вот в этой газете был нарисован наш воздушно-космический самолет в виде лаптя с лебедиными крылышками. И Глеб Евгеньевич такой юмор, что вот чего он делает, чего сделать нельзя. В июне 1966 года проект «Стирали» был готов. Система состояла из двух ступеней. 52-тонного гиперзвукового самолета-разгонщика и 63-тонного многоразового орбитального самолета с ракетным ускорителем. Четыре двигателя первой ступени должны были работать на жидком водороде и развивать скорость в шесть раз выше скорости звука — почти 2 км в секунду. Планировалось, что стартуя с наземного аэродрома, разгонщик доставит вторую ступень на высоту 30 км, где произойдет расцепка. Затем одноразовый второводородный ускоритель выведет 9-тонный орбитальный самолет с полезной нагрузкой 1300 кг на опорную орбиту в 150 км. Управлять аппаратом должен был летчик-космонавт. Сделав три витка вокруг Земли и выполнив боевую задачу, он мог приземлиться на любой грунтовый аэродром. Значит, орбитальный самолет из себя представлял затупленное тело с тем, чтобы снизить температурные нагрузки. При этом важнейшей находкой главного конструктора явилось то, что крылья находились под углом 45 градусов, что обеспечивало большие углы атаки на гиберзвуковом режиме полета. На посадке же эти крылья раскладывались в горизонтальное положение и посадка совершалась, как обычный самолет. Исследования моделей орбитального самолета и разгонщика проходили в аэродинамических трубах ЦАГИ. Там осуществлялся проток воздуха через силовую установку при гиберзвуковых скоростях полета до шести скоростей звука. Одно из ключевых проблем, которая еще не решена до конца, и в научном плане, это, безусловно, гиберзвуковой разгонщик или то, что иногда называется ГПВРД, то есть летательный аппарат, движущийся в атмосфере и берущий в качестве кислорода атмосферный кислород и работающий при больших числах движения. А там проблемы, в первую очередь, это проблемы гиперзвукового горения, сверхзвукового горения в трактах ГПВРД. Боевое применение орбитального самолета планировалось в четырех вариантах. Первым был дневной фоторазведчик. С помощью фотоаппаратуры детальной обзорной разведки летчик мог бы вести съемку наземных морских целей в полосе 100 километров, а затем дешифрировать и передавать по телеканалу ценные снимки на землю. Для постоянного всепогодного контроля территории противника использовался второй вариант самолета – радиолокационный разведчик. Он должен был иметь внешнюю антенну с шириной обзора целей до 200 километров. Задачи его тогда были в основном, конечно, военные. Но, насколько я понимаю, не ударные, а типа, во-первых, разведка, во-вторых, контроль тех станций или спутников, которые есть на орбите. Третий ударный вариант орбитального самолета предназначался для уничтожения крупных наземных объектов и авианосных групп военно-морских сил НАТО. Он должен был нести на борту двухтонную ядерную ракету «Космос-Земля», получив цели указания от спутника, самолет мог поразить авианосец, движущийся со скоростью 32 узла, с вероятным отклонением боеголовки не более 250 метров. Чтобы уничтожать космические цели, конструкторы разработали четвертый вариант многоразового самолета – инспектора-перехватчика. Выходя на их орбиты, он мог бы применять по ним самонаводящиеся ракеты «Космос-Космос». Предусматривался перехват и демонтаж спутников военного назначения даже в условиях применения ядерного оружия. По расчетам Лозина-Лозинского, создать пилотируемый вариант спирали можно было к 1977 году. Август 1968 года. Войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. Предпринятая акция направлена на предотвращение контрреволюционного переворота в этой стране. Отторжение Чехословакии от социалистического лагеря неминуемо нарушит сложившуюся систему обороны в Европе. США продолжали вести войну во Вьетнаме. В конце 60-х годов по количеству подводных ракетоносцев и баллистических ракет они превзошли Советский Союз в два раза, а по числу ядерных боезарядов более чем в шесть раз. Глобальное противостояние между СССР и Соединенными Штатами продолжалось и в космосе. После 20-месячного перерыва, связанного с гибелью трех астронавтов в рамках лунной программы, состоялся полет американского космического корабля «Аполлон-7». Именно в эти дни в звездном городке Юрий Гагарин защитил дипломную работу по орбитальному ракетоплану. Сейчас вы впервые можете увидеть уникальные рассекреченные видеокадры с записью голоса первого космонавта. Надо сказать, что ракета, созданная нашими учеными, это очень совершенная машина с громадным количеством электронного оборудования, целой системой логических блоков, которые управляются как по различным системам, радиосистемам Земли, также имеют и автономные управления. Результаты комплексной дипломной работы космонавтов были направлены Лозино-Лозинском. Ученый Совет Академии утвердил ее тему Юрию Гагарину в качестве темы будущей диссертации. Но через месяц первый космонавт трагически погиб. В декабре 1970 года ушел из жизни генеральный конструктор УКБ-155 Артем Микоян. Через месяц, когда документация проекта системы «Спираль» была полностью готова, в ее судьбу неожиданно вмешался министр обороны Андрей Гречко. Ознакомившись с проектом, он практически вынес приговор. Фантазиями мы заниматься не будем. В тот период Советский Союз тратил огромные суммы на оказание военной помощи Вьетнаму и Египту. Страна была втянута в лунную гонку с США, а создание гиперзвуковых самолетов требовало слишком много времени и средств. Военное ведомство прекратило поддержку работ по проекту. Конструктор Глеб Лозино-Лозинский был вынужден переключиться на создание нового высотного самолета-перехватчика. В 1975 году, впервые в истории Холодной войны, Советский Союз превзошел США по количеству подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет. Но по числу ядерных боезарядов американцы по-прежнему сохраняли за собой шестикратные преимущества. Поэтому руководство СССР денонсировало советско-американский договор о разоружении. В сентябре того же года состоялся первый полет уникального советского самолета-перехватчика МиГ-31. Он был создан на основе истребителя МиГ-25 и стал самым быстрым и самым высотным в мире. Главным конструктором МиГ-31 был Глеб Лозинолозинский, удостоенный звания Героя социалистического труда. Мы получили очень большое удовлетворение от этой работы. Вот Глеб Евгеньевич – это выдающийся авиаконструктор. Вскоре руководство Советского Союза получило важную информацию. Совершенно секретно. 21 декабря 1975 года. Москва. Секретарю ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрию Устинову. На заводе ВВС США в Палмендейле завершается строительство первого орбитального корабля многоразовой космической транспортной системы «Спейс Шаттл». С ее помощью Пентагон намерен выводить на орбиту грузы массой до 30 тонн, в том числе спутники-разведчики и ядерные ракеты «Отмос-Зумля». Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. В Институте прикладной математики Академии наук срочно провели анализ траектории полета Шаттл. Оказалось, что при снижении с орбиты она проходит над Москвой и Ленинградом. А значит, имеется теоретическая возможность сброса ядерного боезаряда с челнока в районе этих городов. Реакция советского правительства оказалась мгновенной. Создать аналог американского корабля. Для разработки челнока, получившего название «Буран», в феврале 1976 года было образовано новое предприятие НПО «Молния». Возглавить его поручили опытному конструктору Глебу Лозин и Лозинскому. В числе молодых специалистов на «Молнию» из ЦКБ экспериментального машиностроения пригласили и Владимира Скороделова. Мне довелось работать и по лунной программе на этапе ее завершения, советской лунной программе Н1Л3. И в период создания первой орбитальной станции «Салют-1» и модернизации корабля «Союз». В общем-то, довелось познакомиться вплотную с космической техникой. И там же я начал работать по программе «Энергия Буран». Через три месяца, в мае 1976-го, скончался министр обороны маршал Андрей Гречко, бывший противником воздушно-орбитального самолета. В изменившейся ситуации Лозину Лозинскому и новому заместителю министру авиапрома Алексею Минаеву удалось убедить министра авиационной промышленности доработать давно подготовленный проект «Спираль». Это была действительно тема, которая могла бы объединить, интегрировать и все технологии, и все достижения. И, конечно, это создавалось как одно из главных направлений, так и системы ПРО. То есть мы получали технологию, которая могла как наносить определенные удары из космоса с непредсказуемых траекторий, так и перехватывать спутники, так и их уничтожать. Наземные пилотажные тренажеры «Спирали» установили в Центре подготовки космонавтов ИЦАГИ. В институте исследовалось поведение самолета при спуске с орбиты. Он должен был способен летать в искусственно созданном плазменном потоке, когда температура обшивки планера достигала более 1500 градусов. Эти режимы полета были наиболее сложными. Почему это так? Во-первых, делался крылатый аппарат, который должен был летать на гиперзвуке. Во-вторых, самая тяжелая вещь – это многорежимность этого аппарата. То есть нужно было решать проблемы, связанные взлетно-посадочными режимами, сверхзвуком, гиперзвуком, разреженными газами и орбитальным полетом. Для отработки реальных полетов орбитального самолета на малых высотах на машиностроительном заводе в Дубне сначала изготовили дозвуковой аналог «Спирали». Он получил название «Изделие 105-11» и имел турбореактивный двигатель, подобный тому, что устанавливали на корабельных самолетах вертикального взлета Як-38. Летные испытания аналога начались уже в мае 1976 года в НИИ ВВС в Ахтубинске. Для первых пробежек по взлетной полосе дозвуковой аналог орбитального самолета был оснащен обычными шасси. Позже их заменили на штатные лыжные тарелочного типа из титана. Но оказалось, что на сухом грунте степного аэродрома в Ахтубинске из-за трения и малой тяги двигателя лапать не смог сдвинуться с места. Выручила русская смекалка. С соседней Бахчи техники доставили несколько машин битых астраханских арбузов, которыми смягчили 50 метров полосы. После этого самолет легко совершил пробежку и подлет на небольшую высоту. Осенью 1977 года произошло долгожданное событие. Ведущий летчик-испытатель ОКБ имени Микояна Авиард Фастовец готовился выполнить первый автономный полет на аналоге спирали. На этих рассекреченных кадрах вы впервые видите, как это происходило. Изделие 105-11 должен был поднять в воздух на балочном держателе бомбардировщик Ту-95, который пилотировал подполковник Александр Абелов. На высоте 5,5 километров планировалось произвести отцепь, но в воздухе произошло непредвиденное. Находясь в небе, 27 октября 1977 года бомбардировщик Ту-95 с аналогом первого орбитального самолета попал в сложную обстановку. Была облачность ниже высоты полета, несколько, где-то в пределах от 3 до 4,5 тысяч, но ее было порядка 5 баллов. Для другого полета, я бы сказал, что это безоблачная погода, ну что такое 5 баллов? Половина неба затянута молоками. Но как раз там, где мне нужно отцеплять, значит, как раз облака. Ну что мне делать? Экипаж выручил профессионализм штурмана Юрия Ловкова. Чтобы выйти на точку сброса, он по локатору стал запрашивать расстояние до нее у руководителя полета. Несмотря на сложные метеоусловия, отцепка и посадка самолета прошли удачно. После авиарда «Фастовца» орбитальный самолет пилотировали и другие летчики-испытатели. Каждый из них специально готовился к выполнению рискованной боевой задачи. Обязанность этого аппарата заключалась в том, чтобы пролететь, значит, над Америкой, сфотографировать, радиоразведку выполнить. И говорили, что даже может вести пару атомных бомб. Во время шестого полета, 13 сентября 1978 года, когда самолет пилотировал полковник Василий Урядов, произошла тяжелая авария. В вечернее время ему солнышко с запада, как раз он заходил с курсом 276, а солнце с запада, в глаза светит, ну, как прожектор. Естественно, полосы не видно, а руководитель полета визуально принял другой самолет, сопровождавший изделие 105-е, за основной самолет и немножко дезориентировал летчика. И вот пришлось летчику уже при дефиците времени и высоты доворачиваться на эту полосу. Только благодаря реакции опытному испытателю удалось посадить самолет. Но на неровной почве аппарат получил повреждения конструкции и шасси. В то же время на предприятиях молнии и энергии продолжалось создание пилотированного авиационно-космического корабля «Буран». Сделав ставку на него и воспользовавшись фактом аварии самолета, советское руководство окончательно закрыло тему спирали. Но несмотря на это, главный конструктор «Бурана» Лозин-Лозинский решил не бросать начатое дело. Для испытаний керамической теплозащиты и боевых блоков корабля были созданы уменьшенные копии самолета спирали. Их назвали «Боры» — беспилотные орбитальные ракетопланы. В программе энергии «Буран», в программе создания орбитального корабля «Буран» все равно появилась спираль. Но уже в виде экспериментального космического аппарата «Бор-4». В разное время с космодрома «Капустин-Яр» было осуществлено около 20 запусков различных аппаратов «Бор». Они выводили с космос ракетоносителями, делали один виток вокруг Земли и в автоматическом режиме совершали посадку в море или на суше. Для отработки элементов конструкции ракетопланов и «Бурана» в МПО «Молния» была создана уникальная экспериментальная база. Во время полета на гиперзвуковых скоростях ракетопланы подвергались воздействию огромной температуры, которая доходила до 1800 градусов. Для их защиты советские конструкторы изобрели особую кварцевую плитку. Ее проверяли в лаборатории криотермовакуумных испытаний в наиболее сложном комплексе предприятия «Молния». Здесь находятся 11 уникальных камер, в которых можно проводить тепловые исследования любых аэрокосмических аппаратов. Модель беспилотного ракетоплана помещается вот в такую гигантскую камеру, а затем включаются источники инфракрасного излучения и высоковакуумные насосы. Они позволяют имитировать воздействие на технику не только потоков энергии Солнца и Земли, но и охлаждающие влияние открытого космоса. При этом достигаются температуры от минус 173 до плюс 180 градусов по Цельсию. По своим возможностям лаборатория является совершенно уникальной. 12 апреля 1981 года, день советской космонавтики, в рамках американской программы Space Shuttle был выведен на орбиту первый пилотируемый космический челнок Колумбия. Достойный ответ шаттлу Советский Союз смог дать только через 7 лет. Но в отличие от американцев, полет, выполненный 15 ноября 1988 года воздушно-космическим кораблем «Уран», был первым в мире беспилотным с посадкой в автоматическом режиме. Создатель «Урана» Глеб Вазинов-Вазинский оказался на вершине славы. Стало ясно, что на американскую программу космического бомбардировщика Советскому Союзу есть чем ответить. «Уран» своим единственным полетом решил все военно-политические задачи, которые возлагались на него. К этому времени США провели испытания противоспутниковой ракеты «Ассад». Запущенная с истребителями 15, она поразила цель на высоте 450 километров. В СССР была срочно создана аналогичная уникальная система на базе самолета-перехватчика Лазина-Лазинского МиГ-31. Вскоре экономические потрясения в стране привели к закрытию не только этой программы, но и «Бурана». Коллективу НПО «Молния» пришлось пережить тяжелые времена безработицы, отсутствие заказов и невыплаты зарплат. Но несмотря на возникшие проблемы, Глеб Лазин и Лазинский остался верен своей теме к созданию перспективной авиационно-космической системы с воздушным стартом. Он верил, что проект размерности спирали будет востребован, потому что «Буран» был большой очень по тем временам, и как опытный человек он понимал, что может оказаться кризис по применению его, что в конечном счете и получилось. А вот более меньшей размерности орбитальный самолет, он будет иметь продолжение, и он будет востребован в дальнейшем. Его легче сделать рентабельным. Лазин и Лазинский покинул пост директора предприятия и сосредоточился на работе генерального конструктора. Венцом его деятельности стал проект многоразовой космической авиационной системы «МАКС». Когда начали прорабатывать проект «МАКС», естественно, как вся передовая техника, она рассматривается как техника двойного применения. Но постепенно, с разрядкой международной обстановки, актуальность военных задач ушла несколько в сторону. Планировалось, что после выхода Ан-225 в точку запуска от него отделится орбитальный самолет. Разогнавшись, тот сбросит внешний топливный бак и выйдет на орбиту. Экипаж из двух летчиков-космонавтов сможет доставить на космическую станцию различные полезные грузы. Орбитальный самолет будет оснащен уникальной, единственной в мире двигательной установкой производства НПО «Энергомаш». Она может работать одновременно на кислороде, керосине и водороде, обеспечивая тягу более 200 тонн. Это равняется суммарной тяге, которую развивают 4 сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 с 16-ю реактивными двигателями. После выполнения задачи самолет будет приземляться на обычный аэродром, дооборудованный средствами заправки и техническим комплексом. Самолет-носитель в своей части значительно снижает стоимость эксплуатации по сравнению с ракетными составляющими. Проект «Макс» более чем в 10 раз снижает удельную стоимость выведения и возвращения полезной грузки по сравнению с шаттлом. То есть, если на шаттле эта цена 15-20 тысяч долларов за килограмм, то в проекте «Макс» – 1000-1500 долларов за килограмм. 28 ноября 2001 года коллектив НПО «Молния» постигла тяжелую утрату. Ушел из жизни Глеб Лазин и Лазинский. Но его дело продолжили ученики. «Максом» стал заниматься отдел Владимира Скороделова. Чтобы увеличить возможности системы, конструкторы «Молнии» работают над созданием нового самолета-носителя, сверхтяжелого 900-тонного триплана «Геракла». В таком варианте «Макс» будет способен не только выводить в космос спутники, эвакуировать экипажи с орбитальных станций, но и поможет наладить на них промышленное производство наноматериалов. Октябрь 2006 года. Президент США Джордж Буш утвердил новую космическую доктрину – национальная политика в области космоса. Она предусматривает монополию Америки на владение околоземным пространством. Уже создана первая боевая часть – 76-я эскадрилья контроля над космосом. Под ее началом проведены испытания микроспутника, способного сближаться на орбитах с иностранными космическими аппаратами, инспектировать их и выводить из строя. Готов к первому старту аэрокосмический корабль «Фалькон». Он предназначен для доставки в любую точку планеты ядерных боезарядов, мощных умных бомб и беспилотных разведывательных аппаратов. В такой обстановке Россия не может оставаться безучастной к обеспечению своей безопасности. Мы можем, так сказать, готовить действительно адекватный ответ на гегемонизм в космосе Соединенных Штатов Америки. Это не значит, что сегодня опять страну поставить на рельсы милитаризации, но тот необходимый, оптимально достаточный состав космических средств и систем, которые обеспечат нам те требования к вооруженным силам и в целом военную мощь, вооруженных сил наших и экономическую мощь государства. Новая военная доктрина, рассматриваемая в российском Минобороне, будет учитывать и возросшее значение воздушно-космической защиты страны. На фоне растущих угроз размещения оружия в космосе, российские эксперты не отрицают возможности использования космического пространства в военных целях, но они предлагают ограничиться лишь получением достоверной экспресс-информации обо всех аномальных ситуациях глобального масштаба. Эта идея принадлежит Сергею Королеву, который еще на заре космической эры сказал, что со стороны космоса Земля особенно уязвима, а цивилизация практически не защищена. Услышим ли мы его слова сегодня, зависит от нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин